15 февраля отмечается Международный день детей больных раком. Мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к этому дню, прошла накануне в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». В ней приняли участие ведущие российские специалисты в области детской онкологии и гематологии, а также представители педагогического сообщества. По словам президента Национального общества детских онкологов и гематологов, генерального директора Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева академика Александра Румянцева, основную часть опухолей у детей составляют лейкозы и злокачественные лимфомы. На втором месте опухоли центральной нервной системы. Эти две группы заболеваний составляют 60% и более всех опухолевых заболеваний у детей. Важным инструментом для борьбы с детскими онкологическими заболеваниями, по мнению участников пресс-конференции, является объединение врачей в профессиональное сообщество, которое могло бы на территории Российской Федерации использовать единые стандартизованные протоколы лечения, чтобы ребенок в такой большой стране, как наша, от Владивостока до Калининграда получал одинаковые и контролируемые методы лечения. В Москве в центре имени Димы Рогачева организована школа постдипломного образования, которая готовит кадры для этих целей. Задача школы – использовать все новации, которые появляются в мире для лечения не только российских детей. К российскому сообществу детских онкологов-гематологов в последние годы присоединились Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Армения. Главная мысль, которую стремились донести участники встречи с журналистами – рак сегодня излечимое заболевание, а цель медицинского сообщества отвечать самому высокому уровню, самой высокой планке, которая сегодня есть, подчеркнул академик Румянцев.